Пасечная, 18. Вплотную к детской площадке собираются пристроить ларек по продаже хлеба. Жители недовольны и соседство магазина с качелями не устраивает, и прохода из-за торгового объекта лишились. Глава Сочи постановил, переезд ларька на продажи не повлияет, а потенциальным покупателям будет спокойнее. Разберитесь на месте, если даже это и хлебокомбинат, и он там прям к детской площадке пристроен, не надо. Поставьте там, пусть он чуть справа, чуть лево, люди за хлебом пойдут куда угодно. А вот на Чехово-29 жители пожаловались на аварийный газопровод. У меня газовая труба, находящаяся на Казаке, когда заходишь в подъезд, образовалась трещина. Вызвали в аварийную службу газовиков, они положили бонтаж и по сегодняшний день. Анатолий Пахомов выслушал жильцов и попросил ответа у Горгаза. В результате ситуация, которая не решалась с октября прошлого года, сдвинулась с мертвой точки. В общем, давайте сделайте там, не такие деньги, я даю вам поручения, разбираться мы не будем. Давайте. Они сейчас делают. Волнует жителей количество детей в школьных классах. Глава города отметил, вопрос решится, когда будут введены в эксплуатацию два новых корпуса 23-й школы, что на улице Виноградной. Один из них – бывшая недостроенная больница. Таким образом, добавится еще 800 мест. И те, кто ездит на Донскую учиться с мамайки и окрестных районов, смогут пойти в новую школу. Также в планах на следующий год построить дополнительные корпуса к школам номер 15, 11 и 82. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.